Продаешь бытовую технику, тратишь время, нервы и получаешь пустые звонки. Твой постоянный покупатель. Титан. Деньги сразу. Титан. Для всех и каждого. Опасный разворот вслепую выполнил водитель 11-й на улице Комсомольской. Ко всему прочему, у него не работал поворотник, и это стало причиной ДТП. Сзади ехал водитель Опеля, который успел вывернуть роль влево. Машину он не задел, но заскочил на бордюр и врезался в дерево. Подробности аварии в сюжете Павла Москвина. По словам водителя 11-й Игоря, в Киров он приехал со Слободского, чтобы отвезти друга на ЖД вокзал. Но на улице Комсомольской он решил развернуться. Вы, получается, справа крайнего ряда решили влево повернуть? Я ехал. И тут девиза, получается, не с крайнего правого ряда. Я ехал по краю, поверачивать налево хотел. А он, получается, в этот момент вас обгонял? Не обгонял. Я слышал сигнал, но видит поворотник там сзади не работает. Из-за этого он не видел. А столкновение у вас было по тем делам? Нет. Не было, да? Водитель Опеля Даниил ехал сзади и не мог среагировать на внезапный маневр Игоря. Ко всему прочему, на 11-й не работал левый указатель поворота. Начал справа ряда разворачиваться передо мной налево. Или поворачивать налево, или разворачивать, я не знаю. Я ехал в прямом направлении. Я выскочил из нее, колени очень сильно ушибся, поэтому вышел из машины в ряду. Если верить Игоре, он пытался повернуть по всем правилам, но не знал, что у него не работал поворотник. Поворачивал, я думал, поворотник-то работает, я же не думал, что это. А потом сигнал-то услышал и испугался. Я не знал, куда деться тоже. В итоге водитель 11-й Игорь признал вину, он создал водителю «Опеля» помеху. Второй получил травму, а его иномарке после удара о бордюр и дерево предстоит ремонт. Сергей Пичугин, Павел Москин, Место происшествия.